добрый день и здравствуйте сегодня мы с вами приготовим овощной суп на мясном бульоне ну что ж для того чтобы нам было удобно мне было удобно я все это буду готовить прямо на столе и давайте начнем я установила плитку нам понадобятся овощи это морковка картошка лук остальные дальше по очереди я буду вам перечислять а теперь же ставим кастрюлю на плиту делаем умеренный огонь и вот это у меня нарезанный сельдерей это могут быть стебли сельдерея или корни сельдерея опять же все зависит от вашего предпочитания что вы любите то и можете использовать лук добавляю в кастрюлю без масла немножечко подогреем дать им испариться влаге и дальше будем продолжать можете заменить здесь любые овощи те которые вам нравятся это могут быть кабачки это могут быть даже баклажаны опять на любителя это могут быть грибы но обязательно должно присутствует мясной бульон это бульон который мы отливали когда приготовили голяшку помните у нас было мясо голяшка если не видели зайдите и посмотрите как приготовить что приготовить из голяшки название видео и там был прозрачный бульон который я сливала вот в эти кульки зип-пакеты и замораживала теперь они мне нужны по мере того как они нужны я достаю и использую здесь где-то примерно стакан этого бульона но я его буду разбавлять предыдущем супе я убирала весь жир здесь я оставлю половину где-то пол чайной ложки где-то вот так не больше потому что у меня вот видите все без масла а это половина чайной ложки нам не повредит для чего нам нужен такой бульон знаете мы состоим из костей и мяса правильно как вы думаете если бы у нас были только кости скелет то есть он бы нас держал на ногах естественно нет мы бы развалились нас держит коллаген те волокна которые ну сухожилия волокна и мышцы все все держится вот на этих волокнах и мы их должны как бы пополнять естественно наш наш организм его вырабатывает но помощь ему со стороны нужна для чего же мы питаемся мы не питаемся для того чтобы у нас было мясо для того чтобы мы поправились мы питаемся чтобы мы жили и в этом случае нам нужны вот такие бульоны бульоны на костях холодцы желатин вот это все помогает тому чтобы у нас не болели колени не терлись суставы от друг друга не опухали и не давали боль именно опять же суставы рук но колени плеча и даже позвоночник теперь значит после того как я добавила бульон я добавила туда стакан горячей воды и запускаю туда все овощи то есть картошку и морковку опять у вас это могут быть кабачки у вас могут быть это грибы у вас могут быть топинамбур ну что вы только пожелаете я добавлю сюда еще сельдерей сельдерей опять же могут быть как корни так и стебли у меня стебли те которые я отложила как-то зелень использую стебли отложила вот теперь я буду добавлять и еще я добавлю сюда капусту белокочанную да вы можете добавлять любую опять же повторяюсь любая область подойдет для этого супа но учитываем что учитываем если мы готовим для детей мы ни в коем случае не добавляем сюда вот например сейчас я добавлю петрушку это киогар называется это укроп для детей это тоже можно добавить но если дети старше года да вот до годика мы же даем какой-то прикорм ну конечно не супы а как только мы начинаем давать супы естественно вот морковка картошка тыква может присутствовать у ребенка брокколи цветная капуста мы это все можем давать детям но белую капусту вот белокочанную зелень сельдерей этому детям не даем учитывайте сами если у вас дети старше школьного возраста они прекрасно могут есть вот такой суп например вот то что вы видите у меня здесь или вы решите добавить сюда другие овощи единственное что не добавляем перец щепотку черного перца можно остальное не добавляем люди которые после операции если для них готовим опять же тут не должно быть капусты не забывайте зелень не должно быть можно положить пучком а потом вытащить и выкинуть в конце вы увидите в какой форме подается к столу вот такие супы и уже сами выбираете какое вам есть если вы на диете вы худеете ради бога добавляйте можете добавить и соль мы естественно сколько не перебарщиваем красный перец и также можете добавить сюда черный перец красный это острый перец это не паприка запомните варим доводим до полной готовности почти в конце добавляем зелень зелень моем тщательно держим его в уксусной воде если не продержали просто помыли вот это куркума я добавляю это для суставов кстати куркума это самое самое драгоценное есть для суставов и даже продаются таблетки когда у вас очень обострился остеохондроз артрит вы можете принимать вот эти таблетки типа это даже называется просто пищевые добавки они идут как пищевые добавки но форме таблеток я с этим сталкивалась поэтому решила подсказать вам тоже кстати помогло очень хорошо быстро прошел процесс как бы оздоравливания от чего болят у нас суставы они просто воспаляются бывают под накрусткой большой поэтому и дают боли опять же повторюсь нас держит не кости нас держат именно эти хрящи эти сухожилия эти жилки поэтому мы должны им помогать и обязательно в неделю один раз у нас должен быть суп на бульоне или просто бульон или холодец или рыба отварная конечно мы едим мясо мы едим котлеты мы едим люля мы едим кифтем мы едим шашлыки но это не то мы должны есть именно как говорят босбаш да босбаш который особенно из позвонка вот шейного позвонка он очень вкусный и очень полезный я помню в детстве нам готовил дядя такой босбаш в медные кастрюли на костре и мы его ели с лавашом да окунали лаваш в воду без ложки без вилки прямо вот руками дети все всех детей посадили и дали нам этот босбаш кстати тогда тоже дети особо не ели лук там кому-то не нравилось вот это мясо но бульон это с удовольствием ели и когда очищаешь кости от этого мяса потом пальцы вот так липнут к друг другу как будто ну после отрываете пальцы от друг друга там вот такая вот как бы ниточка появляется настолько насыщенная бывает вот этот бульон из шейных позвонков так что это очень полезно если не как быть не пренебрегайте таким мясом покупайте и готовьте себе босбаш вы будете здоровы и крепки и больше если у вас есть мальчики дети они тоже с удовольствием это будут есть мой суп готов зелень я проварила прокипятила виднее чтобы она вот именно кипела пять минут и все супчик готов добавляем сюда йогурт обезжиренный гатов я говорю так или обезжиренный йогурт как хотите можете добавить даже сметану это ваше право вот в таком виде мы едим наш овощной суп это те у кого диета те которые хотят быть здоровыми пожалуйста пробуйте но дети которые когда в еде видят овощи например даже мои внуки а я зелень не буду ой там капуста морковку они едят с удовольствием перец болгарский с удовольствием ой там лук но это уже все это уже финиш тогда бабушка не показывает им суп который в кастрюле берет кладет в блендер ручным блендером взбивает все это приводит вот такое состояние где не видно ни лука ни картошки ни морковки зелени тем более цвет зеленый ради бога пусть он будет зеленым долго уже они едят если там очень очень мелкой зелень вот и все просто не обязательно чтобы они это видели и чтобы вы заставляли их нет ты это все равно съешь не надо не мучайте детей видите в блендере даже осели волокна которые составляют зелень да все теперь все выливаем тарелочку и сметана две ложечки сметаны если вы все перемешаете она будет как долго похоже на долго можете не мешать прямо так очень красиво подаете на стол и ваш ребенок с удовольствием ест лично мои у меня трое внук едят это все очень прекрасно те внуки которые не едят лобья лук капусту свеклу зелень они не признают а вот такой суп они едят с удовольствием еще иногда на следующий день могут сказать она еще приготовишь так что я вам тоже советую если у вас есть такие проблемы то пожалуйста возьмите себе как говорится на заметку остается пожелать вам успехов как понравилось если понравилось пожалуйста делитесь со своими знакомыми близкими дай бог вам здоровья и счастья успехов во всем что благополучие всегда вас преследовало а чтобы не вы бежали за ним пусть она всегда преследует вас и вам будет хорошо и мне будет хорошо не забывайте заходить ко мне будем готовить вместе я буду пить делиться тем что может быть вы этого не знаете а может наоборот вы знаете больше тогда напишите мне я жду ваших комментарий а пока 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 желаю вам удачи